Внешний облик Бегом в полицейские. Чтобы работать в одной из самых престижных профессий в Грузии, нужно не только знать юриспруденцию, но и сдать кросс и хорошо отжиматься. Ограничений по весу и росту в МВД не существует, но точных сюда больше не берут. Это спортзал Тбилисской полицейской академии, но занимаются здесь не только студенты. Любой сотрудник МВД может получить абонемент, причем совершенно бесплатно. Сюда в спортивный комплекс академии сотрудники могут приходить три раза в неделю и тренироваться, чтобы быть все время в форме. Но полицейские на улицах вызывают уважение не только благодаря своему внешнему виду. Сегодня служить в МВД в Грузии стало модно. Прошедшая в стране реформа оказалась очень успешным. По данным опросов, рейтинг доверия населения к полиции зашкаливает за 90%. И сравним с доверием к церкви и вооруженным силам. Академия полиции – главная кузница свежих кадров. После реформы здесь все больше тех, кто не учится, а переучивается на полицейского. Приходят те, кто уже имеет высшее образование. Бывшие юристы, дипломаты и даже журналисты. Если человек хочет стать полицейским, то ему не обязательно учиться у нас годами. Более того, мы считаем, этого делать вообще не нужно. Мы сейчас работаем по зарубежной модели и в основном проводим курсы переподготовки кадров. Реформа полиции в Грузии началась в 2004 году. Была создана патрульная полиция. Переподготовлены по современным стандартам сотрудники. Объявлена война взяточничеству и коррупции. На первом этапе была упразднена ГАИ. На местах ее на несколько месяцев заменила криминальная полиция, которая полностью была создана из новых кадров. Потом создали патрульную полицию. Произошел отбор сотрудников в эту службу. Но главное, что было сделано во время реформы – это повышение зарплат. Сегодня зарплата полицейского – 500 долларов США. Зарплата учителя – 250 долларов. Полицейский в мое время в среднем получал 20-30 долларов. Но разве мог человек прокормить на эти деньги семью? Нет, конечно. Значит, само государство вынуждало полицейского идти на коррупцию, брать взятки. Кроме того, сотрудники получают определенные льготы – бесплатную страховку, премии. Старший лейтенант Ливанчула Гаури говорит, что все это имеет большое значение. У нас есть полная база. Работать спокойно. Есть хорошая зарплата. Сотрудники патрульной службы, у нас у всех есть страховые полюсы. У нас, у наших семей, жен, детей. Также и у родителей тоже за небольшую доплату. И это большой плюс. Председатель Союза бывших полицейских Гия Бердзенадзе работал в правоохранительных органах Грузии более 10 лет. Однако во время реформирования системы попал под сокращение. О том, что ему пришлось покинуть органы, немного жалеет. Ведь таким образом он не принял участие в реформе полиции. Когда я работал в генинспекции, то я лично был свидетелем того, что паспортный отдел, пенитенциарная система, да и вообще вся полиция были, пожалуй, самыми коррумпированными структурами в Грузии. Сейчас же все изменилось. Полиция – одна из самых надежных структур в стране. Реформа полиции сказалась не только на имидже структуры, но и на результатах ее деятельности. Если еще в 2006 году по стране было зарегистрировано 62 тысячи уголовных преступлений, то спустя пять лет их число уменьшилось в два раза. Раньше с наступлением темноты я боялся выходить на улицу. Теперь совсем другая ситуация. Наш город, пожалуй, самый безопасный. Это здание районного отделения полиции. Точно так же выглядят и другие райотделы, и даже само Министерство внутренних дел. Стеклянные стены здесь – это символ прозрачности системы. И это также одна из частей реформы полиции. Парис Манжуков, Илья Габичава и Ладобенашвили вместе из Грузии.